В эфире телестудия Карачаганак. С вами Нургуль Тобышева. Здравствуйте. Сегодня мы предлагаем вам итоговый выпуск новостей. Очередной общегородской субботник состоялся в минувшую субботу. Подробнее о том, где производилась очистка города от прошлогоднего мусора и сколько человек приняли участие в субботнике, смотрите в нашем материале. 16 апреля горожане вышли на субботник. Убирались возле организации, по улицам, во дворах микрорайонов. Кстати, по словам горожан, приходить на помощь работникам КСК им не в тягость. Ведь всем хочется, чтобы то место, где живешь, не только было уютным в квартире, но и во дворах. Можно было бы летними вечерами посидеть на лавочках, либо пройти с детьми по чистым улочкам. Уже вторую субботу выходим, двор убираем, листья убираем. Вы всегда выходите, не остаетесь в стороне? Нет, всегда выходим. Бывает, деревья белить, помогать ходили. А двор у вас как? КСК убирается? Убирается, да. Дворник, вот этот наш, Айгуль, убирает двор. Вышли на субботник и школьники. Для некоторых из них это был первый субботник. Ну, мне кажется, субботники надо устраивать более чаще, чтобы наша школа была очень чистой, да и во всем городе. Убирать парки, улицы, микрорайоны, чтобы было все чисто. Ну, в общем, ну, вот субботник первый мне очень надолго запомнится. Мы убирались, подметали и, ну, как бы общались между собой много. Я думаю, что субботники нужны, потому что это помогает быть городу, не только городу, но и всем нашим школам. Помогает быть чистыми, чтобы, как сказать, все было очень чисто. Ну, и все должны убираться, потому что, как сказать, дети должны с детства уже уметь убираться. По словам учащихся, необходимо не только проводить субботники, но и делать все, чтобы мусора в городе было меньше. Все классы убирали вокруг школы, за заборами школы, ну, соблюдали чистоту школы. Ну, субботники они должны, ну, как каждый месяц хотя бы, чтобы школа была чистая и улицы все чистые были. Мне очень нравится вот убирать все это. Я убираюсь дома часто. Когда я выхожу на улицу, я вижу, когда люди выбрасывают мусор не в урну, а просто поставят. Я подхожу к мусору и выкиду в урну. После мне понравился этот субботник. Он для меня очень особенным будет, потому что все дети с нашей школы выходили и убирались. Здесь помогали нашей школе даже, и не только школе, нашему городу помогали, чтобы он процветал и стал самым красивым зеленым городом. В старой части города также активно прошла уборка. Мусор собрали в пакеты. Здесь же и спиленные ветки. Кстати, пожаловались жители старой части города на несвоевременный вывоз мусора. Куча возле контейнеров, которые изрядно прибавились после субботника, все это совсем не радует жителей одной из улиц. Как поделилась библиотекарь детской музыкальной школы Зоурия Кульписова, сотрудники их учебного заведения также не остаются в стороне от субботника и всегда принимают в нем активное участие. Субботник у нас прошел хорошо. Вокруг мы все убрали. Ну, еще три субботника у нас впереди. Я надеюсь, мы опять выйдем на субботники. Субботники, да, нужны. Нужны, как говорится, сохранять те традиции, которые остались. И это будет примером, наверное, будущим нашим детям, внукам. Хотя бы убираться вокруг дома у себя, кто живет в частных даже микрорайоне, то хотя бы посадить для себя дерево. И также, хотя мы работаем в детской музыкальной школе, у себя уже во дворе будет часа порядок. Мне кажется, нужны субботники. Очень даже нужно это. Если здесь работа по уборке города кипела, то вот в северной части города казалось, что про субботник слышали не все. К примеру, наша съемочная группа посетила улицу Буденова. Но ни людей, убирающих улицу, ни технику там не встретила. Такая же ситуация была и по улице Овражная. Стихийные свалки, груды мусора. Казалось бы, самое время произвести здесь уборку. Но тут также никого не оказалось. Остался в минувшую субботу лежать на своем месте и мусор, расположенный вдоль христианского кладбища. Вопрос о его уборке неоднократно поднимался горожанами. Двигаемся далее. По улице Заводская наша съемочная группа все-таки встречает людей, убирающих улицу. Это сотрудники ТО «Транспортник». Как поделились представители компании, эту улицу во время субботников они убирают ежегодно. На уборку выходят все, кто не задействован на работе. Мы ежегодно убираем Заводскую улицу. Свободные люди от смены. Сегодня вышли где-то 9-10 человек. Остальные у нас круглосуточный режим работы. По возможности все выходим ежегодно, стабильно, каждый раз. Стараемся работу выполнять хорошо. Чтобы разобраться в том, кто должен убирать улицы города и где должна производиться эта самая уборка, мы отправились в городской Акимат. Задействованы были на общегородской субботник 322 человека. На сегодняшний день мы с утра ведем мониторинг. Было задействовано свыше 16 единиц техники, потому что она сейчас с города потихоньку все этот мусор вывозится на полигон. Часть техники, она находится там, вот она курсирует. Мы с утра по городу видим их. Но в течение дня, сегодня, завтра, потому что по городу много прошлого года остатки есть, есть строительный мусор, есть ветки, деревья, листва осенние. Она все убирается, поэтому тенденция такая, что вот когда проходят субботники по городу, очень много мусора убирается. В том числе, в бытовой мусор. Наши горожане освобождаются, скажем, от старой мебели, от холодильников, всего прочего. Она тоже вывозится. И мы вот сегодня по городу проехали, видим очень много мусора по всем улицам, в том числе частный сектор. В вопросах, касающихся уборки мусора в микрорайонах, Жеткин Ирымканович отметил, что неоднократно проводились встречи с председателями КСК. Сегодня уборка мусора по микрорайонам осуществляется согласно графику. Основное же внимание в вопросе уборки мусора направлено на частный сектор. Говоря о субботнике в целом, Аким Города отметил следующее. Руководство полигона предупреждено, что вот эти дни плата за вывоз мусора, как с частного сектора жильцов, горожан, так и организации, которые вывозят туда, плата взиматься не будет. То есть, руководство, мы их предупредили, они официально знают это. А кто сейчас ведает полигоном? На сегодняшний день полигон находится еще в горкомхозе, она у нас на стадии закрытия, и полигон до сих пор остается у них. По словам Акима Города, весь собранный мусор в ходе субботника будет вывезен на полигон. Коснулся в разговоре Жеткин Ермуканович и вопроса стихийных свалок. Есть по городу те участки, где возникают стихийные свалки. Мы призываем горожан не складировать в таких местах, потому что их надо будет вывозить. Для этого потребуется дополнительная единица техники, надо будет срывать график вывоза мусора с центральных улиц, с других улиц. Все это по графику, поэтому очень сложно. Как заверил Жеткин Ермуканов, вопрос ликвидации стихийных свалок по городу находится на контроле городских властей. Мы знаем, что в нескольких местах у нас в старой части с прошлых лет остаток есть и стихийные свалки есть. Мы постараемся их вывезти. Есть у нас договоренность с организациями, те, которые по каким-то причинам не могли участвовать в субботнике, они с удовольствием представляют технику, погрузочную технику, чтобы вывезти стихийные свалки по городу, в черте города. Не могли не спросить мы по поводу тех улиц, где уборка в минувшую субботу не производилась. Мы тоже объезжали улицы и видели, что не на всех улицах велась уборка. В частности, Буденного, Вражная, там уборка не производилась. Это с чем-то связано? Это связано с тем, что у нас запланирована сразу серия субботников общегородских. Это вот 16-го, то, что проходило, то есть сегодня, который проходит 23-го, 30-го. И мы постарались улицы и города разделить на эти дни. Потому что весь город свыше 150 у нас, если в городе улиц есть, мы за разум не можем охватить. Это понятно. Поэтому часть улиц мы оставили на следующей субботнике. Поэтому здесь, я думаю, что горожане должны правильно понять, что субботники еще не закончились, они будут продолжаться. Отдельный вопрос касательно всей улицы Вражная. Вот к нам в редакцию часто звонят люди и спрашивают, когда будет организована уборка возле христианского кладбища. Ведь напротив улицы Вражная, там всегда очень много мусора. Действительно, это хороший вопрос, потому что над этим мы занимаемся. Буквально несколько дней назад у нас была встреча с представителем духовенства, с отцом Дмитрием. Как раз мы этот вопрос поднимали. Мы просили, чтобы нам тоже оказали помощь со стороны духовенства, привлечь людей к уборке христианского кладбища. Потому что мы знаем, что приближается Пасха, приближается родительский день. И мы тоже заинтересованы, чтобы кладбище содержалось в опрятном виде. Есть договоренность, что в воскресные дни, в будничные дни, именно христианское кладбище будет убираться. И весь мусор, который оттуда будет, будет складываться в одном месте. Наша задача, мы инициаторами проведения уборки на кладбище именно выступал городской Акимат. Поэтому мы берем на себя вывоз мусора, будет представлена техника, погручена техника, чтобы полностью тот мусор, который оттуда будет складываться в одном месте, мы могли организованно ее вывезти. В целом Аким города отметил, что впереди еще два субботника, в ходе которых будет продолжена работа по уборке города. А также будет произведена посадка деревьев, саженцы которых можно совершенно бесплатно взять в городском Акимате. Олег Авдеев, Андрей Просвиров, Лилия Манхазыбаев, телестудия «Карычаганак». Дети из малообеспеченных семей и дети, оставшиеся без попечения родителей, стали главными участниками благотворительной акции «Добрые сердца». Мероприятие состоялось в минувшие выходные в местном Доме культуры. Подробнее о том, сколько детей приняло участие в акции и что приготовили для них организаторы, смотрите в нашем следующем материале. Песни, танцы, ростовые куклы, выступления детского оркестра, конечно же, сладкие столы и подарки. Все это было организовано для тех ребят, кто волею судьбы попал в трудную жизненную ситуацию и остался без попечения родителей. В мероприятие приняли участие дети со всего Бурлинского района. Идея проведения такой акции принадлежит арт-директору гостинично-рестиранного комплекса «Намат» Ольге Романат. Идею поддержали и другие неравнодушные люди. По словам организаторов, поддержка нуждающихся – это благое дело. Очень приятно, что эту благотворительную акцию активно поддерживают. Идея вообще была от Ольги Романат, которая работает арт-директором в ресторане «Намат». Оля создала чат, пригласила всех, кто хочет принимать участие. И мы собрались, это было очень легко, потому что благотворительность – это такое благое дело, особенно для детей. Я считаю, что добро нужно наносить до всего народу. Наша задача, самое главное, это чтобы остались довольные дети, и чтобы они понимали, что в нашей жизни все-таки важно – это добро, улыбка. И тем самым, когда они будут расти и развиваться, я уверена в этом, что они, получив от нас только положительные эмоции, то это пойдет им во благо. Как поделилась мама одной из участниц, услышав о мероприятии, они с радостью приняли здесь участие. Ну, в первую очередь, мы, когда услышали про этот концерт, с удовольствием решили принять участие. Дочь моя была рада этому. Помогать ближним – это самое святое, мне кажется. Активно участвовали в акции взрослые. Ну, я услышала, что проводится такая акция от моей приятельницы Нарсолия. И, естественно, возникло такое желание, чем я могу поддержать своим участием, своим хорошим настроением могу поделиться, ну, вот истинной приверженностью, просто желанием помочь деткам. Все выступления участника благодарные зрители встречали бурными аплодисментами. Активно участвовали в акции взрослые. Активно участвовали в акции взрослые. Близким людям никогда не говорят спасибо. Почему? Они всегда все понимают без слов, по глазам. А чужие? Чужие, говоря спасибо, таким же чужим. Придет время, и ты поймешь. Знаешь, мне намного лучше, когда счастье в руке. Так всегда бывает. А если я с кем-нибудь поделюсь? То тогда у тебя прибавится твоего. Почему? Сама не знаю. Только потом оно станет еще более теплым. А руки от него обжечь можно? Руки обжигают о зависть, а о счастье их обжечь нельзя. Я знаю, с кем поделюсь этим чудом. Я рада этому. Тогда делись им, ведь многим его не хватает. День открылся на зависть, золотистым крючекам, Чтоб досталось на земле каждому паучику, Чтоб у пальмы подросли, и березки с елками, Чтоб без стою соловей на ветрах за щелками. Светит солнышко для сне, Чтоб сеньем веселый смех, Детвора не плакала. Светит солнышко для сне, Чтоб сеньем веселый смех, Светит один раз-дова. В лапке на прилавке матрешечки стоят, Удивляет, завлекает, затеревый наряд. Сарапаны расписными, чоки-запкою варят, Матрешки как живые, улыбки всем подряд. Люба, Натя, Груша, Марина, Вера, Ксюша, Куняша, Котя, Зина, Наташа, Таня, Нина, Иди, ты, 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 крошечки, русские матрешечки. Кысь, кольдер, тюсь, кольдер, у тебя, чобак, майдан. Коски, кольдер, кольдер, жалок, и ешь, кашан, майдан. Коски, кольдер, жалок, и ешь. Косков, Косков, Клюдер, Жалок, и ешь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Всего было собрано 53 тысячи тенге и 200 российских рублей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В районе поликлиники более подробнее о клещах нас проконсультировала врач-эпидемиолог Мольдер Жаскадырова Весна и первая половина лета у нас является благоприятной средой для проявления активности со стороны клещей Оно передает такие инфекционные заболевания, как боррелиоз, энцефалиты и геморрагические лихорадки Клещи у нас обитают в почве, затем при теплой температуре они постепенно поднимаются на травы, кустарники и деревья При этом они ждут на деревьях, на кустарниках свой объект, то есть животное или человека Затем лапками цепляются на человека В основном клещи у нас находят такое место на теле человека, то есть тонкую кожу Либо подмышечных падинах, паховой области, на волосяном покрове Теперь, когда мы знаем, чем опасен клещ, наша задача не стать их добычей И провести ряд мероприятий, которые защитят нас от их укусов Эффективной профилактикой защиты против клещей является первым делом Если выходит человек, например, на прогулку, в лесные и лесопарковые зоны необходимо одевать специальную одежду То есть это сапоги на высокой посадке, затем куртки с длинными рукавами Обязательно с манжетками, застежками для того, чтобы также прикрывали шею Необходимо также иметь головной убор, прикрывающий волосы А также использовать всевозможные средства против клещей То есть имеется три средства против клещей Это репелленты, отпугивающие клещи Затем инсектициды, репелленты То есть это отпугивающие, убивающие клещи А также акарицидные средства, которые быстро убивают клещи А еще, выбираясь на природу, надо предварительно проверить наличие клещей на траве Для этого достаточно провести по ней светлым покрывалом И если к нему прицепятся незваные гости Лучше подыскать себе другое, более безопасное место отдыха Если человек обнаружил клеща, то необходимо смазать область укуса различными жирными кремами Можно вазелином А затем аккуратно нитью или пинцетом, раскачивая со стороны в сторону, вытаскивать клеща Затем, после того, как вытащили клеща, необходимо обработать йодом либо зеленкой Возможно ли смертельные исходы? Смертельные исходы возможны Это при том, если у клеща имеется вирус, как клещевой энцефалит Также геморрагическая лихорадка, не вовремя обратившись к специалисту, то есть к врачу, да, может привести к смертельным исходам А лучше сразу обратиться к врачу Укус клеща человек не чувствует, так как у клеща имеется обезболивающее вещество, содержащее на свыне, да, у него существует Поэтому укус человека не чувствует, и он может проявляться, такие клинические симптомы, через две, а то и более недель Клинические симптомы, они проявляются, это основное повышение температуры тела, ознобы Может также проявляться со стороны желудка и кишечника То есть это в зависимости от того, какой вирус содержится у клеща Хочется верить, рекомендации специалисты не понадобятся никогда Конечно, при условии соблюдения мер безопасности И это позволит с лихвой насладиться прекрасной погодой, которая дает нам природа И зарядиться отличным настроением Наргуль Тобышева, Андрей Просвиров, Елеман Хазыбаев, телестудия Корчаганак 20 лет назад представитель узбекской национальности Шукурлона Сердинов переехал из Узбекистана в Казахстан И сегодня он Аксай считает родным домом Здесь он пустил свои корни, вырастил детей, развивает свой бизнес В преддверии Дня Единства Народа Казахстана сегодня мы говорим о семье Насердиновых В рамках предстоящего праздника Дня Единства Народов Казахстана, который состоится 1 мая Наша съемочная группа побывала в гостях у местного предпринимателя, который вносит вклад в развитие экономики Бурлинского района В каком году вы переехали в Казахстан, с чего все начиналось? Я приехал сюда в 90-91 год, это было, как сейчас помню, была зима, с поезда вылез, вышел с поезда в летней одежде Потому что я ехал все-таки с города Адижан, с Узбекистаном И в кроссовочках, маленькие курточки А здесь уже была зима, замерз до такой степени прям В общем, я остался здесь на лет 8, я имею в виду, уральски Шукурулон Насердинов, по национальности узбек, приехал из Узбекистана в 1990 году Переехать жить в другую страну казалось так сложно, но по прибытию в Казахстан все переживания развеялись Потом мне друг предложил, мне Аксай, Ахат, его зовут Амангалиев, он как мне брат сейчас Он меня сюда пригласил и предложил открыть кафе Но у нас ничего не было, кроме земли Он мне купил один вагончик, где там вагончики Мы вот настоящие со своей супругой прожили 4 года Поработали там, и 4 года мы там прожили И работали, и прожили, и вот примерно так И потихонечку, потихонечку начали уже пристраиваться Там же, потихонечку, потихонечку делали это уже кафе Я расширяться начал, ну я так понял, что здесь, в Казахстане, конечно, лучше, чем у нас Потому что здесь все время есть работа, есть денежки, где заработать можно было У нас тоже есть работа, но вроде бы тебе денег нет Денег мало, а здесь деньги есть Ну есть, в общем-то, один человек, как он мне сказал, здесь, говорит, можно даже просто собирать деньги Ну это имеется в виду, в работу много, хоть как можно заработать Приехав сюда, в чужую, тогда для него страну, он понимал, что без труда не выловишь и рыбку из пруда Мне просто предложил один человек попробовать приготовить, ну, например, плов Я посредине города, на рынке, прям приготовил плов Когда я плов приготовил, народ собрался такой А вокруг меня национальные блюда, там, казахские блюда, там, узбекские блюда Оттуда все прибежали ко мне Я так подумал, думаю, почему бы мне не взяться за это дело, если у меня это хорошо получается А заняться он решил тем, что ему ближе по душе Ведь недаром говорят, любимое дело – ключ к успеху Такого, чтобы там приехал и сразу же что-то там было, такого нет Каждый мучился, ни дома, ни квартиры И потихонечку, потихонечку, за сколько лет Я теперь здесь живу примерно где-то уже 20 лет За 20 лет, конечно, у нас уже все есть Нам вроде бы ничего, и Аллах дал нам все Казахстан дал Хорошо, что Казахстан все-таки Спасибо Назарбаеву, почему? Потому что я не знаю, что будет потом Но сейчас я думаю, что это все Никто нас, например, никогда не говорит, что мы там узбеки Или там киргизы Никто ничего не говорит Мы, в общем, со всеми живем хорошо По его словам, Казахстан дал ему много возможностей для развития своего дела И в целом для предпринимателей здесь предусмотрено много эффективных государственных программ Конечно, для реализации всех поставленных задач нужно и много трудиться Ну вот, мы потихонечку дошли до этого уровня Построили себе кафе Небольшой народ ходит Готовим разные национальные блюда Здесь нет такого, что там именно узбекская или казахская Разные есть И, конечно же, здесь плов Начиналось все с маленького вагончика Теперь его бизнес вырос Под его руководством 35 человек А посетители рады полакомиться традиционным узбекским блюдом пловом Казахстан объединяет всех людей Разные национальности Главное, нужно помнить, что При хорошем желании Можно добиться всего в этой стране И еще хочу сказать Поздравить всех казахстанцев С праздником 1 мая Желаю всем удачи, счастья Чтобы все старались, работали Веселились, смеялись И пусть все будут счастливы В преддверии дня единства народа Казахстана Предлагаем вашему вниманию новую рубрику Я люблю тебя, моя Родина Это отражение безграничной признательности народа своей стране Своим соотечественникам Приятного просмотра Я ее люблю за красивые горы Которые в Алмате я была в гостях За бескрайние степи За чистое мирное небо Которое нам подарили наши предки За то, что я хожу на работу И хочу, чтобы всегда было так Чтобы люди жили мирно, счастливо И поздравляю весь наш казахстанский народ Весь наш район Всех своих коллег С наступающим 1 мая Желаю им счастья, мира, дружбы, благоденствия Пусть процветает моя Родина Моя Республика Казахстан Казахстан звучит гордо Каждый человек, имеющий Родину, счастливый И счастливая я, потому что родилась и живу в Казахстане Это Родина моих предков В Казахстане много красивых сел, городов И древних, и новых Но самое главное богатство заключается в людях Трудолюбивых, гостеприимных, отзывчивых Мужественных, героических Я люблю свою Родину Я люблю свою страну За бескрайние степи За добрых людей За все У нас прекрасная земля Богатая страна На нашей земле живут только добрые Смелые Прекрасные люди Я люблю свою Родину Казахстан Родина это Где мы родились И где живут наши родные и близкие В преддверии В честь праздника 1 мая Всем я желаю чистого неба Всем добра и единства Это были все самые запоминающиеся события недели На этом у нас все Приятных выходных Редактор субтитров А.Семкин